Вообще нам было бы интересно быть призер. Ну, то есть это первое, второе, третье место. Сказано, сделано. Эти кадры мы снимали еще в апреле, когда с Киевы играли товарищеский матч с московским Спартаком. И только готовились к выезду в Ухту на Кубок Тричика. Туда приехало 12 лучших команд России. Наш клуб из поселка Новая Зоря получил путевку благодаря выигранному Кубку Сибирского федерального округа. А так ранним утром с Киева встречали их главные болельщики – родители и сестры. Их хоккеисты радовали каждый матч. Команда из поселка Новая Зоря без поражений прошла групповой этап, сметая соперников со счетом 13-2 или даже 24-2. Родственники не пропускали ни одного матча. Очень сильно переживали такой турнир в первый раз для Алтайского края. Это вообще очень здорово, не каждый туда может попасть. Все семьей смотрели, болели, переживали. За каждую игру сильно переживала, особенно за последнюю, финальную, за первое место. Первое место в группе позволило Скифам попасть в главный матч турнира. В соперниках мощная московская команда «Красная машина». В золотом поединке успех был на стороне москвичей. Они выиграли 8-1. С кем была самая сложная игра? С «Красной машиной». Почему? Ну, они играли в пас, возвращались назад и выполняли установку тренера. Скифы уже попали в историю, как первая команда из Алтайского края, которая приняла участие в Кубке Третьяка, еще и дошла до финала. А также дали понять всей России, что играть в хоккей можно в любом месте, даже если ваша арена стоит в обычном поле. Еще очень много работы и тренерской, и, наверное, подготовки самих ребят морально ко всему, потому что морально всегда играет большую роль. Они, когда видят эти майки, начинают волноваться, потому что мы команда с поселка так привыкли. Я думаю, это хороший результат. Сегодня у команды отдых, а уже завтра вновь на лед. Тренировки по расписанию в планах съездить на сборы в Горноалтае. Что касается глобальных планов, это участие в первенстве Москвы. А когда парням стухнет по 16 лет, возможно, участие в молодежной хоккейной лиге. Про скифов еще услышит вся Россия. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.